Депутаты тоже за конкурс, ведь он мог определить лидеров общественного мнения и обрести программу развития, предложенную претендентами. На голосование Думы вышли трое – Литвинову, Юртаеву и Веркиенко дали слово для решающего выступления. Виталий Веркиенко заверил всех, что готов работать и превратить Владивосток в город-мечту. На вопрос руководителя фракции КПРФ Куликова о том, насколько легитимен мэр безнародного голосования, Виталий Веркиенко отвечает, что в случае прямых выборов тратить деньги на пиар не стал бы. «Я не понимаю, как можно покупать себе сложную и ответственную работу за счет предпринимательной компании. Но я согласен с вами в том, что справедлива была бы поддержка всех жителей города Владивостока. Именно поэтому я сегодня обратился ко всем депутатам Думы города Владивостока, ко всем политическим партиям представленности найти рабочий концепт и согласие с этим городом». Скажем откровенно, неожиданностью результаты голосования не стали. Решение по Виталию Веркиенко в Думе обсуждали накануне, а до этого прошло согласование с единороссами в Москве. Партийной фракцией «Единой России» было рекомендовано его поддержать. Но единодушие депутатов других фракций можно считать хорошим знаком в будущей работе. Виталий Васильевич Веркиенко родился в 1973 году в Дрездене, Германия, в семье военнослужащего. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности муниципальное управление. Имеет квалификацию политолог-юрист. Прошел курсы повышения квалификации, экономические программы высшей, коммерческой школы при Всесоюзной академии внешней торговли, Таллиннской школы бизнеса, японского делового центра во Владивостоке и другие. Свободно владеет английским и японским языками. Принимал участие в общественных экспертных советах при губернаторе по инвестициям и транспортной политике, а также в работе экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Занимал должность директора Департамента проектов и стратегического развития Приморского края и является соучредителем благотворительного фонда «Оберег». Последнее время занимал должности генерального директора ООО «Технохолдинг Суматори» и СТК «Приморское кольцо». Как только депутаты сделали свой выбор, легитимного уже градоначальника поздравил председатель представительного органа Владивостока Андрей Брик. По желанию я уже сказал, успехов, терпения, настроения ему, рабочего такого, производительности такой не бывало. Я думаю, что он молодой, энергичный, с опытом работы справится с этой задачей. О создании команды Виталий Веркиенко сказал прямо на Думе. Его первым заместителем станет Алексей Литвинов. Сегодня было очень, с одной стороны, эмоционально, и с другой стороны, очень корректное и правильное выступление Алексея Литвинова. Я действительно поддерживаю его слова о том, что вот в тот период, очень сложный период 2017 года, команда администрации города Владивостока действительно предпринимала серьезные усилия для того, чтобы не сорвать многие вопросы жизнеобеспечения города и не забывая его развитие. Поэтому я поддерживаю и высоко ценю усилия всех заместителей главы и лично Алексея Литвинова. Сегодня у нас будет серьезный разговор о перспективах и наших совместных планах, но в том числе я вижу в лице Алексея Литвинова свою правую руку, своего надежного помощника в качестве первого заместителя главы. Алексей Литвинов в своем решающем слове отметил, что состязание по избранию главы, в котором мог участвовать любой горожанин, прошло достойно, выявило целостность команды и симпатии горожан. И он благодарен за поддержку. Я понимаю, что этого невозможно было бы сделать без помощи моих коллег, без заместителей главы, действующихся в изначально управлении. И я хочу сказать им огромное спасибо, друзья, если бы не ваша поддержка, то этого бы не было. Вы настоящий профессионал, и вы сильные и стойкие имени. Я вам за это признательно. Также я совершенно точно понимаю, что у меня не было бы возможности находиться сейчас здесь на трибуне как кандидатом горожанин, если бы не та поддержка, которую оказал мне и нашей команде Андрея Владимирович Тарасимов. Это фантастическая поддержка, и она фантастическая уже как и по своему факту существования. Потому что некоторое время назад этого вообще невозможно было представить в силу различных, на мой взгляд, субъективных причин. И за эту поддержку я очень признателен исполняющим обязанности губернатора. В числе первоочередных задач новый глава Владивостока Виталий Веркиенко назвал анализ работы системы управления городом и укрепление авторитета городской власти, его сильные качества, серьезная мотивация и ответственность. Серьезная мотивация с тем, чтобы вот те задачи, те программы, которые все 60 кандидатов на должность главы озвучивали в том или ином виде, то есть даже представили его сегодня мне в письменном виде, я готов все учесть и двигаться дальше в развитии города на благо жителей. Как и предрекали СМИ, в Новый год город войдет с новым мэром. Уже 28 декабря на заседании Думы избранный глава города публично принесет присягу. К тому времени определится и состав его заместителей. Муниципалитет войдет в Новый финансовый год полностью готовым. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, Новости на восьмом.